На телеканале ЛРТ время новостей. В студии Ирина Михайрюк. Здравствуйте. И вот главная тема дня. Принцип нового подхода к созданию единого облика города. Благоустраиваем там, где уже есть люди. Как будут реализовывать идею, так сказать, на земле? В чьих руках судьба Люберецкого храма, строительство церкви во имя иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, все еще продолжается. Почему? Когда в поселке Томилино появится детская поликлиника, пруды станут чистыми. Местные жители задавали острые вопросы главе Люберецкого района и города Люберцы Владимиру Ружицкому. А теперь об этом и не только в деталях. На завершающем заседании перед традиционными летними каникулами депутаты городского совета депутатов обсудили ряд важных вопросов, касающихся бюджета Люберец. И утвердили несколько поправок, принятых ранее на совещаниях рабочих депутатских комиссий. Подробнее в сюжете Ольги Щевелевой. В начале заседания Владимир Ружицкий вручил дипломы депутатам, победителям конкурса губернатора Московской области «Наша Подмосковья». А затем началась работа по повестке дня. В частности, депутатам было предложено утвердить изменения в решении Совета депутатов о бюджете города Люберцы на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Данный проект предлагает увеличить доходную часть бюджета на 116,6 миллионов рублей. Изменения состоялись за счет договоров застроенных территорий и аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома. В бюджет Московской области нам на данный момент предусмотрены субсидии в размере 19,9 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий. Исходя из доходных источников, было предложено внести изменения в соответствующие статьи расходов. Далее был рассмотрен проект изменений в решении Совета депутатов о введении земельного налога на территории города Люберцы. Данным проектом решения Совета депутатов предлагается освободить от уплаты земельного налога государственные учреждения здравоохранения, которые вносились в бюджет Московской области. Депутаты приняли положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, размещения нестационарных таговых объектов. Также за основу был принят проект о внесении изменений в устав города Люберцы. После чего было решено назначить на 5 августа 2015 года публичное слушание по обсуждению обновленного устава. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. На Смирновской улице появится пешеходная зона. Ее благоустроят от станции Люберцы до Октябрьского проспекта. В планах даже установка памятника Николаю Расторгуеву. Об этих и других изменениях, которые вошли в проект по созданию нового облика города, нашей съемочной группе рассказал начальник управления градостроительства и архитектуры Люберецкого района Богдан Мудрак. Альбом нового облика Люберец включает в себя логотип, слоган, удобную навигацию и проекты благоустройства территорий. Особенно интересна идея графических проекций на стены домов. Это погода, расписание автобусов или новости. Попытались подобрать достаточно подходящие места, торцы фасадов зданий, которые выходят на какие-то центральные улицы, которые могут восприниматься жителями и гостями города со всех сторон и которые не будут влиять и мешать жителям. Что касается территорий, то первым делом начнут благоустраивать улицу Смирновскую. Это транзитный коридор между оживленным Октябрьским проспектом и важным транспортным узлом станции Люберцы. Сейчас на Смирновской очень много неорганизованных торговых точек и рекламы. Пешеходную зону, по которой я сейчас иду, благоустроят и расширят, реконструируют также фасады домов. Двустороннее автомобильное движение на улице тоже никуда не денется. И Смирновская как была, так и будет крупной транспортной артерией города. Кроме того, у городских архитекторов есть еще одна интересная идея. На пересечении улицы Смирновская и Октябрьского проспекта хотят поставить скульптурную композицию в честь символа Люберец Николая Расторгуева. Это будет собой представлять трехметровую лавочку, на которой сидит Дуся, которая занимается спортом гантели. Сзади стоит Николай Расторгуев, поет. «Вкладывать деньги туда, где уже есть люди» – таков девиз проекта. Одно из самых многолюдных, но неблагоустроенных мест в городе – это вот этот сквер напротив торгового центра «Светофор». Согласно проекту, здесь появится благоустроенная зона отдыха с летним кафе. Еще одно кредо авторов проекта – если жителям что-то нужно, то лучше это оставить. Так и вот этот рынок у торгового центра «Светофор» тоже благоустроят. Павильоны упорядочат, сделают их однотипными и одноцветными. Идеи, предложенные дизайнерами и архитекторами, планируется включить в генеральный план строительства и благоустройства города. Проект их реализации будет разработан до 10 июля. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Очередная встреча главы Люберецкого района и города Люберца Владимира Ружицкого и жителей прошла в Томилино. Все вопросы, главные ответы услышал наш корреспондент. Открытый диалог с жителями городского поселения, по словам Владимира Ружицкого, это площадка для совместной работы. А любая проблема, озвученная непосредственно самими людьми, решается гораздо быстрее. Мне, как главе района с Томилино, работать легче, потому что здесь достаточно, я оцениваю, такая грамотная, профессиональная команда в управлении Томилино. Несмотря на то, что Томилино – динамично развивающийся поселок, проблем у его жителей хватает. В первую очередь это касается медицинского обслуживания. Так был задан вопрос о строительстве амбулатории для обслуживания деревень Чкалова и Токарева. Я разговаривал с Назаревой, подбирается какая-то кандидатура для того, чтобы он пошел работать таким сельским врачом. Также на месте сноса ветхого жилого фонда на улице Гаршина инвестиционным контрактом предусмотрено строительство детской поликлиники на площади 500 квадратных метров. Задача стоит следующая, чтобы в микрорайонах, в том числе и в Новостройках, где мы строим, там должны быть поликлиники. Где их нет, их надо строить, где они есть, их надо ремонтировать и сохранить. Успешно в поселении осуществляется губернаторская программа по возведению детских садов. У нас выделено место, это рядом с детской деревней Соскиндердорф, это рядом с экопарком от стороны железной дороги. И там детский садик будет построен на 120 мест. Поднимались навстречу вопросы благоустройства, парковок, очистки тамилинских прудов, работы полиции по обеспечению общественной безопасности. На контроле у местной власти ситуация с подземным переходом через Рязанское шоссе, которые его владельцы грозятся закрыть. Мы уже прореагировали и направили письмо в прокуратуру, для того, чтобы вот такого безобразия у нас не произошло. Полезность проведения подобных встреч еще раз была подтверждена реакцией Владимира Ружицкого на просьбу одного из жителей разобраться с работой Люберецкого МФЦ, где он уже в течение двух с половиной месяцев не может получить разрешение на строительство. Значит, сроки все прошли, 59-й ФВЗ тоже нарушен 30 дней. То есть мне ни письменный, ни устный ответ никакой не дали. Владимир Ружицкий поручил заместителю руководителя районной администрации Сергею Таневскому лично разобраться в ситуации. А так на будущее, я всем говорю. Вот у нас есть, у меня сейчас есть электронная почта, вы ее знаете? Да. В Люберецкой газете есть. Да, не стесняясь, есть вопрос на электронную почту, мы мгновенно реагируем. И понятно, тогда ситуация поджимается. Я, конечно, разберусь, чья это нерадивость, где вопрос просел и чья в этом вина. Надо позаниматься. Также на встрече были даны разъяснения по поводу отмены льгот для проезда на общественном транспорте в Москве. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. И еще на сущном в декабре 2013 года на Новолюберецком кладбище был заложен первый камень в фундамент новой церкви во имя иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость. Однако спустя полтора года строительные работы в храме все еще продолжаются. С чем это связано, выяснял наш корреспондент. Земельный участок под строительство Скорбящинской церкви был выделен администрацией Люберецкого района по многочисленным просьбам жителей, чьи близкие и родственники покоятся на Новолюберецком кладбище. Проектировать новый храм доверили архитектору Леониду Колоколову, тому самому, что воссоздал несколько лет назад храм Преображения Господня на Октябрьском проспекте. Казалось бы, есть место, проект, рабочие руки, но, как говорится, на все воля Божья. Даже сейчас приблизительную дату открытия церкви не могут озвучить ни застройщики, ни православный приход. Мы пока не загадываем никакую дату, потому что строительство идет на пожертвования, они поступают абсолютно нерегулярно. К сожалению, многие думают, что раз начали строй, значит, деньги уже нашли. У нас не так. Заметим, что возведение церкви на Новолюберецком кладбище во многом стало возможным благодаря финансовой помощи крупнейших производственных, строительных и торговых предприятий. Среди них завод «Звезда», компания «Ареал», а также аутлет-центр «Белая дача». Посильную помощь оказывают и простые прихожане, покупая именные кирпичики. Я бы хотел выразить сердечную благодарность жителям Люберец, Люберецкого района, которые не остались равнодушны, вносят свой вклад. Стоит отметить, что пожертвования на строительство Скорбящинской церкви можно перечислять на специальный банковский счет. А для приема наличных средств установлены специальные кубы на Новолюберецком кладбище и в храме Преображения Господня. Ольга Щевелева, Алексей Адамов, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. Завершился седьмой по счету автопробег Союза журналистов Подмосковья. На этот раз его посвятили 70-летию Великой Победы и Году литературы в России. Участники мероприятия – представители СМИ со всей Московской области. Журналистам выпала особая удача увидеть Подмосковье с необычной, многим даже неизвестной стороны. О культурном и историческом наследии Подмосковья Анна Троян. Целью ежегодного автопробега «Открываем Подмосковье» является ознакомление журналистов, а потом и всех жителей Московской области с теми историческими и интересными местами, до которых добираться недалеко и недорого, но зато в них можно увидеть и узнать немало нового. Журналист без гражданской позиции, без любви к людям и к краю, в котором он работает – это опасно, потому что это наемник. В течение пяти дней участников ждала насыщенная программа. Журналисты проехали по просторам Щелковского, Одинцовского, Клинского и Солнечногорского районов. Посетили космическую столицу России – город Королёв. Практически в каждом городе участники автопробега смогли ощутить всю гостеприимность и широту русской души. Представители СМИ приветствовали хлебом и солью – концертными программами. Интерес журналистов к познавательному открытию Подмосковья ежедневно возрастал, а колонна автопробега только увеличивалась. В завершающий день, который был переплетен с историей усадеб Тараканово и Шахматово, участники поделились своими впечатлениями. В целом впечатления очень положительные, очень все познавательно. И вот если, допустим, все мы знаем прекрасно, что такие места имеются, да, ну, в теории как бы, но многие не знают, где именно места, что именно тут есть. Позади полтысячи километров бесчисленных дорог Московской области. Пятидневный автопробег подошел к концу. Журналисты открыли Подмосковье, но оказались в самом начале своего пути. Ведь открывать и познавать наши края можно бесконечно. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение. Ну что ж, к этому часу у меня вся информация. О других событиях дня обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Следите за всем, что происходит в городе и районе вместе с телеканалом ЛРТ. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова